Глава пятая Война давно гремела гусеницами танков в большой излучине Дона, а город все еще жил надеждой. Минуя город, цепляясь за каждую балку или речушку, с тяжелыми боями отходили последние части Красной Армии, вырываясь из танкового вражеского мешка, чтобы там, за Доном, на подступах к Сталинграду, стоять насмерть. Над степью установилась тишина, притих и город. Ночами одиночки-окруженцы заходили на окраинные улицы и, как привидения, растворялись затем в балках и черных буераках, спеша на восток. Несколько дней и ночей те, кто остался в городе и те, кто стремился к переправам, уже похороненным в порыжалых волнах реки, фашистскими бомбами, верили и не верили в самое страшное. И все-таки приход фашистов оказался неожиданным. Танки и автомашины, походные колонны вражеских солдат заполнили взъерошенную настороженность улиц лязгом металла, запахом полевых кухонь, пили коньем губных гармошек, чужеродной песни. Там, где старый поселок Макарьевской шахты круто обрывался над балкой и долиной реки, с откоса, как на ладони, просматривался шлях на Персияновку. Кучка людей, стоявшая здесь в тени крайнего палисадника, сумрачно вглядывалась в бесконечную ленту машин с полуголыми завоевателями, спешившими на юго-запад. Говорили в полголоса, будто их могли услышать там внизу, где явились на подъеме моторы. Чисто саранча прет, конца к краю не видать. Чуть не телешом, как у себя дома. Кого же бояться, нас, что ли? Красное-то, небось, в Кубани страх от штанов отмывают. Осип куда и не заметил, а может, с умыслом помянул красных, не присовокупляя себя к ним. Его оборвал Никита Вахтин. Не высидел старик дома, пришел на откос, чтобы убедиться в справедливости людской молвы. Помолчал бы герой. — Кулак у меня тяжелый, не гляди, что я в шахте одногодок. За шибу, пожалиться некому будет. К немцам разве побежишь? Готовая вспыхнуть ссора потухла неожиданно. — Ты, Настасья, в уме? Вахтин резко повернулся откуда я. Икону зачем вынесла? От своей калитки бабка Настасья семенила к откосу. Небольшая иконка в лучах солнца отливала радужными высветами. Вот, — торжественно возвестила она, подняв руки с иконой перед собой. — Божья мать! А вы? Кто ж без иконы хлеб-соль подносит? Повернувшись к волзущей внизу колонне, стала истово креститься. — Слава богу! — подбывала она громким шепотом. — Дождались волюшки! Теперь ищ окажен себе хозяя. И запнулась на полусловие. — Ты че? Ты че, непутевый? Зенки вылупил! Взвизгнула, испуганная пятясь от взбешенного старика. — Акстись, лихоманка, тебя! Я тебе покажу хлеб-соль! Неумолимой глыбой надвигался Никита Вахтин на перепуганную в конец бабку. — Я тебе дам волюшку, чертова спекулянтка! Не трожь, дед! Между бабкой Настасьей и Вахтиным встал Осип Кудай. — Пущай, блажит! Ты, Никита Васильевич, за собой приглядывай. За старость не ухоронишься, как немцы прознают про твое красное партизанство. Старый горняк потемнел лицом. Даже вспомни он сейчас о ночном разговоре с секретарем райкома, о его предупреждениях, вряд ли сдержался бы. — Ах ты, гнида! Вот когда обозвался! Так запомни! По этой земле я отходил вдвое больше, чем ты, и мой след на ней завсегда останется. А ты? Ты шаг. Ступнешь, а клинись. Не ровен час голову потеряешь. Не один день искать будешь. Близкий натужный рев машины, осиливающий крутизну, отрезвил Вахтина. — Расходись, шахтарня! Пусть не думают враги, что их встречать хлебом с солью вышли. А ты... Он опять повернулся к бабке Настасье. — Не срамись и нас не срами. Уноси свою божью мать подали, покуда я тебя по-божески не проводил. Растерянная стояла бабка Настасья у своего палисадника. Никак не могла в голову взять, как это она опростоволосилась с иконой. — Нехрести! Право, нехрести! — ворчала она и топталась у дороги, глядя вслед уходящим. Скрипнул калиткой сосед Осип Кудай. — Тоже мне, заступник! Совсем расстроилась бабка. Заступничеству соседа она была особенно не рада. Вынырнувшая из-за увала огромная машина заставила ее отскочить к заборчику. Надо же было в такую минуту обронить злополучную икону. Бабка Настасья торопливо нагнулась поднять свое сокровище, когда первая машина с немцами поравнялась с нею. Недоеденные помидоры посыпались на нее из горланищего кузова. — Ого! Га-га-га, кушай, русская матка! Тухлое яйцо со звоном брызнуло вместе с тонким стеклом из дорогой рамки. Грязновато-желтой жижей расползло с полюку Божьей Матери. Бабка Настасья только успела нырнуть в калитку, как автоматная очередь из проехавшей машины полоснула по безвинному палисаднику. И тотчас из других машин, по старым флигелькам и мазанкам, пордельщим макам и гвоздикам, по вишенникам и жерделям застрочили автоматы. Громче автоматов над потревоженной балкой неслось дикое и страшное своей тупостью. — Го-го-го-го! Ги-ги-ги-ги! Весь день просидела бабка Настасья в своей мазанке, уставившись пустым взглядом в святой угол. Ни одна молитва не успокаивала. — Отче наш, и же еси на небеси! — шептала бабка Настасья, а из головы не выходила разбитая икона и грязные потеки желтка на лике Божьей Матери, хохочущие рожи немцев и срезанные, как бритвой, автоматной очередью две вишни. Одна, густо усыпанная поспевающими плодами, через заботчик свалилась на дорогу. Когда стих поток немецких машин, бабка Настасья через палисадник долго глядела на ветки, поломанные колесами машин. Кое-где на них еще поблескивали солнечными бликами красные пятна вишен. Раздавленные вишни попали и на икону, будто кровавыми слезинками рассыпались по подчерневшему лику. Бабка Настасья бережно подняла обезображенную икону, вытерла ее подолом старенького платья, сказала, оправдываясь «Прости, мать моя, не уберегла» и вышла из мазанки, чтобы убрать уцелевшей вишни, обломать на дрова полерженное дерево. Садилось солнце за претивший город. Только в стороне каменоломни, видимо, по шоссе на юг, двигался непрестанный поток машин. Ровный далекий гул стоял над горизонтом. Сюда, до поселка, не доходил ни лязг гусениц, ни рев моторов. Гул этот, будто зубная боль, сопровождал каждого, куда бы он ни шел, и оттого был особенно тяжким. И все-таки бабка Настасья сразу же уловила и выделила для себя другой звук. Она сунула в таз горсть вишен, разогнулась и из-под руки глянула в конец проулка. «Никак хлебную лавку открыли?» — забеспокоилась она. «Как же я б проглядела!» — нет, не похоже вроде. Но толпа на углу проулка росла. Чей-то звонкий, ломающийся голос долетал даже сюда, к раннему палисаду. «Уж не Осипа ли Максимыча сынок шумит?» — спросила сама себя бабка Настасья. «Убрать таз за калитку долго ли?» Поспешила бабка Настасья на голос Шурки, но чем ближе подходила, тем медленнее шла. Тише стучала подошвами брезентовых тапочек. Приметила, взрослые только подходили, перебрасывались несколькими словами и уходили, осторожно оглядывая улицу. Зато ребятня окружила Шурку плотной стеной. Белобрысая голова парня возвышается над другими. От этого слышнее было то, о чем он говорил. «Дорогие горняки и горнячки!» — доносятся до бабки Настасьи. «Товарищи, на нашей шахтерской земле мы были и останемся единственными хозяевами навечно!» Это слово Шурка прочитал отдельно и громко. Бабка Настасья подумалась, уж не для нее ли он выделил это слово. Нет, она увидела у забора старуху Тюниху, Никиту Вахтина. А на железном боку трансформаторной будки, что стояла в притык к забору рядом с ларьком, белел прямоугольник с восьмушку размером. На вылизанной до блеска степными ветрами железной боковине листок был отчетливо виден. «Уж не листовка ли?» — припомнила бабка Настасья почти забытое слово. «А может, приказ какой?» «Приказ, приказ!» Глянув на нее из-под насупленных бровей, Никита Вахтин добавил. «Для всех приказ! Слушай!» Шурка Кудай читал с выражением, будто стихи. «Помогайте громить ненавистного врага! Красная армия скоро вернется! Пусть земля горит под ногами оккупантов! Смерть за смерть, кровь за кровь!» «Слава Богу!» — услышала бабка Настасья негромкий шепот тюнихи. Та истово перекрестилась, глядя на белый листок бумаги. «Ты че, Власьевна, как на икону?» «Да как же, милая! Живает советская власть! Придут мои соколики!» «Обязательно придут, мать! Обязательно!» — откликнулся Никита Вахтин. «Видишь, написано, на нашей земле мы были и останемся навечно!» «Выходит, осталась в городе партия-то?» Бабка Настасья подняла глаза на Вахтина. «А говорили, все коммунисты сбежали с армией!» «Партия, она завсегда с нами!» Никита Вахтин взлоблеснул глазами. «А вон и сосед твой жалует!» «Определился сволочь!» Никита Вахтин сплюнул и, не оглядываясь, прихрамывая, пошел за угол. Вслед за ним потянулись и другие. Толпа словно растаяла. Быстро растеклась в стороны живая стайка людей. Поспешила была подальше от греха и бабка Настасья, но любопытство оказалось сильнее страха. В трансформаторной будке спешил Осип Кудай. Рукав перевязан белой тряпкой, на голове до революционных времен казацкая фуражка с малиновым околышем, за плечами карабин. «Что за собрание?» «А ну, расходись!» «Больше для собственной храбрости!» — заорал он на оставшихся у будки парней. Короткими заскорузлыми пальцами потянулся к листовке. «Не трожь, батя, не ты вешал!» Из-за спин подростков выступил Шурка и попытался плечом прикрыть листовку. «Что? И ты, щенок, здесь, а? А ну, марш домой!» «Не трожь, батя, не срамись!» Шурка, не мигая, смотрел в залитые водкой и злобой глаза отца. В этот миг сын так был похож на мать, которую Осип Кудай под пьяную руку учил смирению кулаками. Делал он это, когда детей не было дома. Но Шурка, несмотря на молчание матери, догадывался обо всем, и боль за терпеливую мать постепенно переросла в глухую неприязнь к отцу. «Не надо, Шурок!» вспомнил он мольбы матери, когда сын собрался идти на шахту и рассказать о мнимой болезни матери. Тогда отец с кулаками уложил ее в постель, чтобы не ехать в тыл. «Заберут его. Отец он тебе». Послушал Шурка мать. А сегодня только немцы заявились, пришел за отцом бывший десятник и Гордеев, увел его в полицейское управление, что разместилось в здании райотдела милиции напротив травмпарка. Мать и сын переполошились. На их вопросы, куда его забирают, Гордеев ощерил рот в смешке, хохотнул на Кудыкину гору и приятельски подтолкнул Осипа в дверь. Увидев отца с повязкой полицая и карабином, Шурка почувствовал, как его больно ударило, обожгло, закружило в вихре вопросительных, презрительных, враждебных взглядов ребят. Отец полицай, сын полицая, предатель. Глаза ребят кричали. Кричала улица, по которой восемь лет бегал в школу, обвинял листок на трансформаторной будке. Последнее, что связывало его с отцом, с болью обрывалось в груди, заполнялось жуткой пустотой. «Батя!» — закричал Шурка. На сильные руки рванули его от будки, от белого листка, оторвали от опоры. Все ближе и ближе отцовские белки глаз. Вот уже ничего не осталось от окружающего, кроме этих налитых кровью белков. «Отца живым в могилу хочешь?» — задышал перегаром, куда и старший. «Поперек дороги?» «Ты думаешь, я для себя стараюсь?» «Сына спит!» «Сына сдушишь!» На сеткой ринулась была бабка Настасья к соседу, но отшатнулась, наткнувшись на мутный взгляд новоиспеченного полицая. «Ты, корга, уходи!» «Покель, я в настроении!» И, вцепившись волчьей хваткой в плечо сына, забыв о листовке, Осип Кудай почти потащил Шурку прочь от трансформаторной будки, боясь и за себя, и себя, и страшась еще больше собственного сына. Вечером с темнотой Осип Кудай пришел к бабке Настасье сумрачный, отрезвевший, у дворика грязно выругался «Убери кобеля, покуда цел!» В комнатенке бабки огляделся, принюхиваясь «Вот, променяешь на самогон!» и выбросил на стол тяжелый сверток. Тот развернулся, и бабка Настасья увидела почти новую шерстяную кофту и еще какие-то тряпки, пахнущие нарталином. Что-то пестрое, красное, знакомо полыхнула и свертка, и бабка Настасья изумленно прикрыла веки, протянула руку к свертку, может, обозналась? И все же не сдержалась, спросила, «У кого позычил?» «Убери и язык на щеколду, самогону давай!» «Семь минут нету», — отрезала бабка Настасья, хотя у нее и была не одна четверть припрятана, про всякий случай. «Завтра к вечеру беспременно спроворь, гости будут!» «Не всякий пьющий гость, иному жалко и кость. Много ль ждать?» «Тебе и одного хватит, сам зайду, а готовь напиток». «У меня коза не самогоном доится», опять возразила бабка Настасья, а про себя прикидывала, как можно обернуться принесенным товаром и сколько перепадет ей барышу. «Не хитри, старая!» Осип Кудай, видимо, не намерен был сегодня ссориться с нею. «Нужно, значит, найди! На что другое, а на это ты гораздо!» Он кивнул на сверток. «Хватит и на должок, и на моих гостей, а хоть сама носи. Не боись, у кого позычил, тот уже не отымет». Ушел полицай-сосед, а она, терзаемая сомнением, присела к столу, начала перебирать им принесенное. И снова пестрый красный кусок остановил ее внимание, развернула и зажмурилась от разнообразия цветов, рассыпавшихся по заревому полю. Где, по какому случаю, видела такое? Эта назойливая мысль не выходила из головы. Еще при Осипе, куда я, смутное подозрение, шевельнулась быстротечной думкой. Решила, обозналась. Теперь она уверилась, нет, не обозналась. Что же связано с этим платьем? Эх, старость, не радость! Сказала, сама себя пожалела и расстроилась. Уж и забыла, когда и кто жалел ее, да и жалел ли. Уже запамятовала, когда плакала по бабье на взрыт в голос для облегчения душевного. Казенные слезы в КПЗ не в счет. Тускло горел огонек лампы, шевелились, вспархивали и пропадали тени на стене от пересмотренных тряпок. Сидела бабка Настасья и вместе с чужим барахлом перебирала, ворошила собственную жизнь и ничего не могла вспомнить. Нечего было ворошить-то. Спутались в клубок дни базарные с беготней от милиционеров до ночи над самогонной затюрухой. И за какую ниточку ни потяни, одна маята, одна пустота. Бабка Настасья машинально развернула изрядно пронавтолиненный серый платок. Выпал из него еще один пестрый сверточек. Разворачивала, пальцы дрожали, будто кур воровала, недобро подумала, а в голове словно пожар занялся. Только и увидела сарафан детский, такое же разноцветие. Как же мне застило-то, Господи! И заторопилась, выхватила, как из огня, из вороха белья цветастое платье. Положила его рядом с сарафаном. Тогда они стояли рядом, мать и дочь, обе одинаково нарядные. Только мать запальчиво разговаривала с участковым милиционером. Дочка же, лет пяти-шести девчушка, с такими же большими, как у матери, глазами, поочередно поглядывала то на мать, то на нее, бабку Настасью. На милиционера она побаивалась смотреть, до того он был строгий и сердитый. А она, бабка Настасья, сидела у стола на длинной и узкой скамейке на самом краешке с кошелкой в коленях. А в кошелке лежали улики преступной бабкиной деятельности, как написал участковый, две бутылки знаменитого бабкиного первача. И милиционер, и женщина в цветастом платье, активистка жанаддела или, как ее все звали, Нюрка с откатки, говорили о ней, бабки Настасье, даже не говорили, а спорили. А правильнее говорила больше Нюрка Панькова. Нельзя же, возмущалась Нюрка, всех под одну гребенку. Вот ты на нее в суд оформляешь, а знаешь, что бабка Настя на шахте чуть не двадцать лет отробила. То-то. А на какие шиши она живет, знаешь? То-то. При каждом то-то Нюрка подавалась к столу, наклонялась к участковому и пальцем стучала по лежащему перед ним протоколу. При этом груди ее, вызывающе напрягались под лифом платья, а участковый водил носом, будто отворачиваясь. Вот и посуди сам, для чего она самогон-то сработала? Усмехнувшись в смущении участкового, спросила Нюрка, для спекуляции или для прожитку? Разберись, злостная она или же так, и наказание ей соответствует. Для наживы, возвысил голос участковый, для спаивания трудового народа, а это по закону уголовное преступление, понятно тебе, товарищ Панькова? Бабка Настасья вспомнила, что эти две бутылки она несла знакомому на мясокомбинат, обещал тут вынести ей телячьих ножек на холодное. Хорошо Нюрка застояла тогда. Самой несладко жилось без мужика, понимала бабью нужду. Бабка Настасья припомнила, как участковый смотрел то в протокол, то на нее и Нюрку, и говорил назидательно, штрафовать таких мало, вот посидит ваша сибирка где-нибудь в Сибири, закон научится уважать. А закон это что? Воля народа, вот что. А женат дел тебе не народ, я тебе не народ? Нюрка Панькова ни разу не обратилась к участковому на вы, и это, как заметила бабка Настасья, ему нравилось. Под конец говорил милиционер как-то не зло больше для порядку. Ох и на стыра ты, Панькова, ох и на стыра. Показалось, говорит он это с восхищением и всю Нюрку с ног до головы глазами окидывает. Ну-ну, только без выражения, деланно возмутилась еще раз Нюрка Панькова, а то в протокол занесу. И она опять наклонилась и постучала по столу, где лежал протокол, и засмеялась. А так смеяться умела только Нюрка Панькова, одна она. И участковый окончательно сдался перед ее доводами. Он медленно сложил четверо протокол, засунул его в полевую сумку, строго приказал поднявшей со славки бабке Настасье идите домой, получите предписание, уплатите штраф, куда платить знаете, не впервой. Тогда от двери бабка Настасье еще раз оглянулась, заполыхали радужным разноцветьем в глазах две фигуры матери и ее дочки. И теперь они были рядом, Нюркина платье и дочкин сарафан, лежат на столе поверх других тряпок пестрыми лоскутами, а Нюрка «Где же сама-то?» Бабка Настасья не обратила внимания на то, что спрашивает сама же себя. А что себя спрашивать? Ведь ей ли не знать, что Нюрка Панькова уехала, как проводила своего дружка госпитального, так на третий день и сама с шахтовым эшелоном подалась? И город в ту же ночь бомбили. И только на один вопрос никак не находила бабка ответа. Как же Нюркино платье попало в сверток соседа-полицая? Дрогнули от глухого взрыва стены мазанки, припала бессильно бабка Настасья к подоконнику, мигнул и погас огонек шахтерки, погрузилась комнатенка в темноту, а в стороне города вдруг полыхнуло пламя. Оно росло на глазах, и вместе с ним по всему городу ширилась беспорядочная стрельба. Театр горит, прикинула бабка Настасья. Из окном мазанки днем хорошо просматривалась вся центральная часть города за мостом. Подожгли знамоделы, сколько добра зря пропадает. Она даже подолаз от окошка, словно кто в теме не мог услышать ее мысли. О, Господи, о чем это я? Все едино вражение достанется, так уж лучше сгорит. Бабка Настасья опять думала вслух. Одиночество приучило ее говорить самой себе, что думается. веселее вроде в доме. Вспомнилась листовка на трансформаторной будке. Пусть горит земля под ногами оккупантов. Она с трудом вспомнила последнее слово. Вот и горит, как прописано. Бабка Настасья приумолкла вдруг. Показалось или не показалось? Она даже в окошко протиснулась. Ох, простонала ночь, и в том коротком стоне услышала бабка Настасья такую боль, что ее страхи и сомнения забылись разом. Почудилась короткая возня внизу под мазанкой, но и та тут же стихла. «Кто?» спросила бабка Настасья. Спросила тихо, но ее видно услышали. «Это ты, бабушка Настя?» «Что-то не припомню такого внучка», отозвалась бабка Настасья, но осеклась. Голос больно знаком, да и не баловали ее таким обращением, и она помнила это. «Не уж, Алеша, да, господи, откуда же ты?» «Потом бабушка Настя, потом, не один я». Хотела бабка Настасья спросить, с кем же, но сто напередил, такой же безысходный, как и первый. Ей и Алешке стоило большого труда втащить по крутому откосу женщину в мазанку. О том, что это была женщина, бабка Настасья поняла еще внизу, когда по ступенькам, вырезанным в глине и выутяженным за долгие годы до крепости камня спустилась в балку. «У вас немцев нету?» спросил сразу Алеша, спросил шепотом, потому что за последние две недели разучился доверять тишине. «Нету, Алеша. Ко мне в мазанку не то немец, кобель мой не поместится». «Что с бабой?» переменила она разговор, нащупав длинные спутанные волосы. «Куда ее?» Она не добавила ранила. Алешка понял. «Не знаю, без памяти». Наткнулся на нее, как в балку с попова яру спускался. Сорвалась, наверное, как шла по тропке из города. А сам она тоже не сказала откуда. Не хотелось и Алешке о себе рассказывать. И не отвечать тоже нельзя было. Куда тащить ночью потерявшую сознание женщину? Одна надежда на бабкину мазанку. Потому ответил тремя словами. «С месяц как разбомбили». «Вон а что?» Бабка Настасья почувствовала, что не время спрашивать парня о семье. «А баба чья же?» «Не знаю». «Вон а что», повторила бабка Настасья. «Ну и ладно. Давай под саблю понесли в мазанку». Когда втиснулись во дворик, громыхнул цепью бабкин сторож. «Ц ц, божья тварь!» Бабка Настасья даже голоса не повысила. «Аль, не видишь, без тебя обойдемся». «Он у меня на добрых чуткий, одно слово, божья тварь», похвалила пса бабка Настасья, пронося женщину в дверь мазанки. «Ну вот и ладно». Опуская в темноту ношу на земляной пол, выдохнула она. «Слава тебе, Господи, управились. Сейчас серняки сыщу. Баба кожа до кости, а гляди-ка умаялась». Алешка устало присел здесь же на полу рядом с женщиной, а бабка Настасья ощупью пробралась в святой угол, пошарила рукой за божницей. «Бабушка Настя», не еще там внизу в балке, сосед ваш, Осип Максимович, тоже вернулся. А зачем же ему вертаться? Бабка Настасья нашарила наконец спички, шерохнула ими в темноте. «Ворон от мертвичины далеко не летает, а он куда и почище ворона. Полицаем его новая власть назначила». «Вон а что!» машинально обронил Алешка слова бабки Настасьи. Обронил и не заметил. Так явственно воскресила память образ Осипа Кудая, перекошенное злобой и страхом лицо, полный несомненной угрозы полушепот «ЦЦ-щенок!» «Пока объявляться открыто в поселке нельзя», мысленно оценивал Алешка ситуацию. «Этот гад не простит и не забудет той встречи. Куда же мне сейчас?» Вспыхнула спичка. Настасья понесла ее осторожно к столу, где стояла лампа шахтерка. «Он нонча шурку, дружка твоего, чуть не задушил», продолжала бабка Настасья рассказывать, «чисто зверь». На меня старуху глянул, душа от страха зашлась. «Ежели сына так?» Алешка не успел спросить, что же произошло у отца с сыном. «Никак, Нюрка», сказала вдруг бабка Настасья, всплеснув руками. «И не подхватись, Алешка, не поддержи лампу», свалилась бы та ему на голову. «Нюрка», повторила Настасья, изумленная и потрясенная, «ох, чуяла мое сердце беду, ох, чуяла». Теперь и Алешка, держа лампу чуть не на коленях, узнал ту женщину, которую отыскал на вокзале вместе с дочерью у перона. Нюрка Панькова была в том состоянии, о котором, говорят, в гроб краша кладут. Старая просторная кофта, явно с чужого плеча, длинная сатиновая юбка со следами мазута свидетельствовали о том, что после бомбежки кто-то презрел ее, выходил от неминуемой гибели. Но как Нюрка Панькова оказалась в эту ночь в Балке, когда в городе шли повальные обыски, об этом могла бы поведать только сама Нюрка Панькова, если бы сумела. Я пойду, объявил Алешка, когда раненую уложили на папкину железную раскладушку, укрепленную поверх досками и прикрытую тонким ватным матрацем и стеганым сатиновым одеялом. Можно я как-нибудь забегу, проведаю? Оставался бы до свету, Алеша. Мне старой повеселее, да и дождался бы, очнется Нюрка. Нельзя мне. Алешка решил, что будет лучше, если бабка Настасья в какой-то мере будет знать причину, вернее, промолчит соседу о появлении Алешки в поселке. С Шуркиным отцом нельзя мне встречаться. Случила с промежнами стычка, как ночью станцию бомбили. Алешка заметил, бабка Настасья быстро глянула на него и будто тень по лицу прикрыла глаза веками в тонких синих прожилках. Он и не подозревал, что слова его стали ключиком к ответу на мучивший бабку Настасью вопрос. Вон а что, как-то загадочно отметила она, значится, его тоже бомбило, а я-то старая дура гадала, где-то он без моей помощи в то утро набрался. Алешка понял, что старая женщина говорит все это скорее для себя, чем для него, и еще он понял, что она знает больше того, что он мог бы сказать. И Алешка в нескольких словах рассказал бабке Настасье и о ракетнице, и об угрозе Осипа Кудая, и о том, как нашел и как потерял Наталку, и про немецкие танки. Одним словом, подытожил Алешка, лучше пока не попадаться ему на глаза, припомнить он может, подтвердила бабка Настасья, помолчала, видимо, про себя обдумывая что-то, и встала. Пошли провожу, ежели придешь, лучше балкой. Она выпроводила Алешку вниз по глиняным ступенькам, спустила с цепи во дворик божью тварь. Пес радостно взвизгнул, в несколько прыжков сделал три-четыре пробежки по тесному дворику, и, не уловив ответного внимания хозяйки, улегся у двери мазанки. Бабка Настасья прошла мимо него, в коридорчике сдвинула крышку с ямы, служившей входом в подпол, и без света привычно юркнула вниз. Так же молча, спустя несколько минут, она вошла в комнату с четвертинкой в руке, взяла с подставчика граненый стакан и склонилась над столом, шепотом считая капли. Жидкость в неярком свете на черной, и на губы Нюрки Паньковой они падали черными росинками, видимо, жгучими, потому что губы раненой плотно сжатые кривились, и росинки таяли, исчезали, потом губы раскрылись, и раненая задышала чаще, но бабка Настасья все так же по росинке продолжала капать на губы, пока стакан не опорожнился. Вот и ладно, проговорила она удовлетворенно, поставила стакан на стол, пододвинула табурет к кровати, уселась на него, чуть склонившись над лицом Нюрки. — Нюр, ты слышишь меня? — спросила она, словно была уверена, что та уже пришла в себя и слышит ее. Нюрка открыла глаза, долго и пристально вглядывалась в склоненное над нею лицо. — Бабка Настя! — в голосе звучало разочарование. — Дочку мою, Наталку, видела? Не нашлась, что сказать Нюрке бабка Настасья. светало. Над центром города бесновалось пламя, рвались немецкие боеприпасы, но ни бабка Настасья, ни Нюрка не слышали их. Все поняв, она тихо и безутешно запричитала. Наталка, Доню моя, сгубили тебя гады ползучие. Глава шестая Федор Митрофанович Волков слушал молча Алешкину Одиссею, насупив кустистые брови, тяжело придавив стол грудью. Лишь изредка левой рукой, согнутой в локте и заломленной за спину, он яростно скреб, душивший его ворот, будто боялся, что не выдержит, закричит вдруг во весь голос. Женька, который на свою власть привел друга на явку к бывшему директору школы, тихо посапывал Алешки чуть не в самое ухо, стараясь не пропустить ни слова. — Живая, говоришь, хрипло переспросил Федор Митрофанович, подавшись весь к Алешке, когда тот поведал, как Варвару Васильевну раненую принесли к санитарному эшелону, не обознался и закачался из стороны в сторону над столом. — Варька, варюха моя! — шептал он, забывшись. Борьку звала в беспамятстве, потом ее понесли к эшелону, что проскочил через мост. Алешка умолк, испугавшись того, что вот сейчас директор школы спросит, а твои как же? Но Федор Митрофанович ни о чем не спросил, начал сворачивать новую цигарку. Когда же просыпал табак на колени, чертыхнулся и, подняв брови вверх, не глядя на Алешку, проговорил, о Борисе не спрашиваю, если бы видел, сказал бы. — Да, прошептал Алешка, проглатывая подступивший горлуком. Федор Митрофанович скрутил наконец цигарку, чертнул спичкой, к нему потянулся со своей самокруткой Женька. Федор Митрофанович усмешливо крутнул головой и, протягивая Женьке спичку, буркнул, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Отдав горящую спичку, Женька встал со стула, подошел к Алешке, сказал глухо. — За добрую весть спасибо, Алексей. — Что касается твоей встречи с Кудаем и Гордеевым во время бомбежки? Он замолчал, будто ему не хватило воздуха, приподнял Алешкин подбородок, пристально глянул в обострившееся лицо парня. Об этом должен узнать весь город. Над этими выродками тебе и суд вершить. А сам до боли представил вдруг ту ночь перед бомбежкой, когда он, оставив в тамбуре жену и сына, спрыгнул за лесным складом с подножки вагона, уносящего в темень самое для него дорогое. Необходимо было незамеченным пробраться балкой в Поповьяр к Демьяночу и отсидеться до назначенного часа, потому и шарахнулся от человека который торопливо шел вдоль насыпи навстречу по направлению к шахтному двору. Но тот услышал Федора Митрофановича, прыгнул с железнодорожной насыпи вниз к штабелям крепежного леса и скрылся за ними. Только и успел разглядеть Федор Митрофанович пыхающий зрачок папиросы, доблеснувшие в этом полусвете стекла очков. Человек, несущий доброе, не прячется от людей, пришло тогда на ум, но тотчас подумал, «А сам?» Уже спускаясь в балку напротив тропы к Попову Яру, остановился от внезапно пришедшей догадки «Кузнецов это!» Главный инженер вроде ростом пониже ссутулился, чтобы не узнали, но ведь он эвакуировался, и что ему нужно было делать на шахте ночью? Почему испугался? Он или не он? С письмом, в котором Федор Митрофанович кратко излагал сообщение Алешки, ребята перед вечером покинули Попов-Яр, хутор, где теперь скрывался их бывший директор школы. Через грушанку переправились вброд, а спустя три часа уже стучались на разъезде девятый километр в будку железнодорожника. С сидящими усами под Тараса Бульбу, с острыми, посаженными глубоко глазами на круглом лице, обходчик открыл им сразу же, привычка, выработавшаяся долгими годами профессионального отшельничества. Спросил, внимательно и быстро оглядев поздних спутников, что бродите на ночь, глядя в такое время. У вас самогон, дюжа добрый, поспешил Женька представиться паролем, прострел полечить надо. Обходчик совсем запрятал глазки в насмешливом прищуре. Я вот тебя в сей момент гаечным ключом вылечу. Только теперь Женька и Алешка обратили внимание на увесистый предмет в жилистой руке железнодорожника. Алешка заметил все-таки любопытство в колючем стариковском взгляде, осмелел. Ты, отец, ключом-то потом, если заработали. — Первач у тебя, говорят, дюжа добрый. И Алешка потянулся левой рукой к пояснице. Хозяин будки подмигнул Алешке и ответил на полном серьезе. — Первач то есть. Перчику достаньте. С перчиком оно с подручней. Это был условный отзыв. Алешка вздохнул облегченно. Повернувшись спиной к Алешке и Женьке, что означало и приглашение войти в темную железнодорожную будку и полное доверие к пришельцам. Старик скрипуче выговаривал на ходу. — Ты, мил человек, не на блины идешь, да? Рука у меня тяжелая, рабочая. Изволь потому не ошибаться паролем. В нем каждое слово со смыслом. Первач значит первач и никаких самогонов. Он поставил гаечный ключ в угол, зашарил по карману. Слышно было, как в пальцах зашоркал спичечный коробок. Но Женька поспешил зажечь свою спичку. Старик снял с семилинейки стекло, потом также аккуратно приладил его на место, кивнул посветлевший угол на широкую скамью. Когда ребята послушно уселись, спросил вдруг, заболел-то кто у вас? Алешка и Женька переглянулись. Вопрос был понятен, но они не знали, должны ли были говорить имя пославшего их человека. Старик не торопил их, ставя на стол рядом с небольшим пузатым самоварчиком три алюминиевые кружки и старую банку из-под Монбансье. Женька молча вытащил из закатанного рукава рубашки письмо Федора Митрофановича. Угу, ограничившись таким многозначительным замечанием по поводу молчания гостей, старик взял письмо, кинул быстрый взгляд на ходики, негромко чеканивший вечернюю августовскую тишину, сказал, будто вел какой-то свой расчет со временем, успеем. Садитесь-ка, хлопчики, чаевничать, предложил он, доставая очки из кармана долгополой душегрейки без рукавки, делавшей его фигуру несоразмерной. Ноги, обутые в побелевшие кирзовые сапоги, казались короткими и толстыми, а торс длинным и угловатым. Садитесь, не ждите меня, повторил он, погрейтесь, а я тем временем провожал он их в густых сумерках. Усмехнувшись, легонько припечатал большим пальцем Женькин нос, проворчал с доброй оттаянкой в скрипучем голосе «Поклон Никите Васильевичу передавай! Скажи от Митрича Буяло! Деда твоего я еще с гражданской знавал!» Помолчал, покачал головой. «Да чего ж похож на него!» Он вздохнул как-то обиженно, будто ребята были повинны в том, что ему приходилось выпроваживать их на ночь в степь. Панасопе шел молча, но у выходной стрелки приостановился, заговорил. «Передайте Федору Митрофановичу за листовками через два дня, чтобы, в самый раз день базарный. Сумку, какую ни наесть, возьмите, тряпок, заменял сойдете. Давай-ка руку!» Тронул он за плечо Алешку. «Смотри сюда!» Он склонился вместе с Алешкой к стрелке, потянул его пальцы под металлическую станину. «Понял? Вот здесь и будут, если я кажусь в отлучке. Сюда и свою посылочку в таком разе. Кому надо, найдут. Ясненько?» В воскресенье, на подходе к разъезду, Алешка и Женька долго лежали в неглубокой балке, нырявшей в полуверсте от них в круглую дыру под железнодорожную насыпь. Чуткий, еще теплый вечер дрожал от недальнего гула мотора. В стороне, где сумерки только-только поглотили будку обходчика, вспыхнул свет, вычернив силуэты железнодорожных вагонов. В чистом степном воздухе веял над землей густой хлебный дух. «Подождем темна, изрек Женька на правах старшего, притираясь животом и ногами к склону балки, а подбородок пристраивая на брезентовую сумку деда Никиты. Видишь, огни? Гад буду, если это не фары. Ты понял, что это значит? Хлеб на разъезд свозят и в вагоны. В городе на станции бояться стали после взрыва складов. Края балочки, где тьма была густой, начали терять очертаниями. А Лешке представилось, как обходчик Митрич ждет их, волнуется из-за них, не зная, как предупредить об опасности. Подумалось, надо бы поближе подобраться к разъезду, пока доверемся, совсем стемнеет. «Женька, как думаешь, где сейчас Митрич?» «Задай вопрос полегче». Женька даже не пошевелился, как приклеился головой к сумке, замер, отдыхая от трехчасового марша по балкам. «Понимаешь, Алешка, давай чуток поспим. Все успокоится, угомонится, а мы тут, как тут». Жидкий овечий гудок прервал его. За разъездом темнота заколыхалась в тусклом свете паровозного ока, наполняясь отчетливым перестуком колес. Не останавливаясь на разъезде, состав прогромыхал по направлению к городу. «Поезда ходят?» удивился Алешка. «Он никак не предполагал, что дорога живет размеренной по минутам жизнью после того, что он увидел на переправе». «Ты что?» Женька чуть не сказал, с луны свалился, но вовремя понял Алешку. «Как немцы пришли после ухода наших, так и поезда ходить стали», со злостью сказал он и поднялся. «Пошли, что ли, пока доберемся?» Кончилась балка. Вдоль нас спешли недолго, к разъезду она сходила на нет. Алешка первым пополз по придорожной полыне. «Ты, я вижу, ночевать в гестапо спешишь», передержал его Женька. Алешка рад был завязавшемуся разговору. Неподотчетная разуму тревога росла вместе с приближением к разъезду. Ответил тон Женьки, «А тебе там не нравится?» Вчера дед на базар посылал. Женька залег рядом с Алешкой. А напротив, понимаешь, где было первое отделение милиции, как раз черная машина остановилась. Тимофея Петровича, помнишь, ну, который дом пионеров открывал? Секретаря райкома? Его будто из машины полицаи выволокли. А из кабины немец вылез, черный, весь блестит. Один полицай замешкался, дверцу ему не сразу открыл. Он ему так вжарил морду, тот к струнку вытянулся. Говорят, на базаре коммунистов по каким-то спискам забирают. Женька осекся, и вдруг жарко зашептал Алешке в ухо, «Смотри, немец!» Немцев было двое. Чуть различимые над железнодорожным полотном, они шли неторопливо, о чем-то переговариваясь между собой. Вот оба сразу, словно по команде кругом, повернули и зашагали в сторону будки Митрича. И чем ближе они подходили к ней, тем шаг их становился размеренней и четче. Оттуда слышался смех, пили коньи гармошки, вкусно тянуло запахом жареного. Сало жрут. «Ага, пойдем напросимся на ужин?» Алешка и Женька рассмеялись. От незатейливой шутки немного спало напряжение, осмотрелись. Метрах в ста от них, за чернеющей будкой обходчика вдоль всего разъезда в свете автомобильных фар у вагонов копошились люди. Несколько полицаев с нарукавными повязками подгоняли грузчиков, таскавших мешки с зерном. Слышалась старательная русская брань. Снова сначала послышался, а потом и показался патруль. Этих немцев было трое, и шли они молча. «Ползем к стрелке», — скомандовал Женька, когда немцы повернули назад. Алешка перебрался через полотно дороги, прополз к выходной стрелке, нащупал тайник, а ведь сдреевил, удрученно подумал сам о себе, чувствуя, как сердце колотится под рубашкой. Назад полз еще быстрее, будто гнались за ним. «Есть?» Алешка даже вздрогнул от Женькиного шепота. «Держи сумку». Торопливо сунул пакет Женьки. «Молодец, Митрич!» Алешке вдруг захотелось говорить, говорить, жаль, что не свиделись. «Свидимся», ответил Женька, «давай мотать, понимаешь, отсюда, покуда целы». Они убрались вовремя, снова приближался патруль. Уткнувшись в сухую, выжиренную за лето полынь, оба находились в состоянии неуемного восторга, задание Федора Митрофановича было выполнено. Алешка весь расслабившись, чувствуя под собой успокаивающую прохладу земли, медленно остывал от пережитого напряжения. И опять то же самое чувство тревоги, что родилось там, в балке, при виде освещенного разъезда, заныло занозой застряв в груди. «Слышь, Жень, надо бы на другую сторону разъезда пробраться. Чего еще? И так за полночь в Макарьевской будем». «Надо, Жень, сколько вагонов, какая охрана, о чем ты директору доложишь?» Женька на этот раз не отверг Алешкины доводы сразу. Прошло еще десяток минут в молчании, пока он зашевелился, буркнул. «Пошли, что ли? Это ж какой крюк, понимаешь, делать?» Выстрел ударил неожиданно игулка. Стихло пиликанье гармошки, оборвался смех у будки Митрича. Только слышен был топ от кованых ботинок вдоль вагонов, да на освещенном ворохе зерна сопенье и брань. Два тела сплелись в смертельном захвате. Видно было, как мелькает то нарукавная повязка полицая, то изодранная тельняшка карабин полицая валялся тут же. Он все глубже погружался в янтарную пшеницу. Все тише и хрип его хозяина, полицая. Братцы Полундра страшно выдыхает из себя военнопленный, отбросив врага и наклоняясь к карабину. И в тот же миг из-под колес вагона вывалились трое немцев. «Хальт! Хальт!» Немецкий окрик, как удар хлыста. Три автомата, угрожающими черными зрачками, военнопленных, готовых к последнему броску на перетрусивших полицаев. «Я тебе покажу, сука!» Этот возглас исторгает из себя очухавшийся полицай. Он барахтается в ворохе зерна, пытаясь ударом ноги сбить военнопленного в тельняшке. «Помни, сволочь, продажная Вальку Тюнина!» Еще успевает крикнуть тот, и ястребом упав, смыкает пальцы на шее полицая. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та!» Из степи, из полынного ночного омута, огонь автоматов кажется безобидными зорницами, но судорожно вздрогнул Валька Тюнин, и уже не различить на его спине светлых полосок, набухли влажной чернотой. Из последних сил приподнялся он над бездыханным полицаем, чтобы лицом к лицу встретить смерть, как и подобает русскому человеку, и опять автоматные очереди взбили вокруг него фонтанчик из пелых зерен пшеницы. Рванулся он, будто прикрыть хотел русский хлеб от свинцового дождя и покатился по вороху, не находя в нем опоры. Но вот пальцы его наткнулись на ствол карабина, намертво ухватили его, моряк подтянул к себе оружие, вытянулся и затих. Женька уже не полз рядом с Алешкой. Какая-то неуемная сила толкала, бросала его вперед. «Ты быстрее можешь?» шепчет он. Но Алешка лежит, не отрывая взгляда от погрузки. Раз, два, три. Десять вагонов уже запломбированы, четыре под погрузкой, полицаи всего семеро, наблюдения ведут два немецких патруля вдоль вагонов. Их можно перехватить возле входной и выходной стрелок. Главное, патрули у стрелок. Алешка еще раз бросает взгляд на Бодку Митрича. Там немцы весело гогочут, снова пиликает губная гармошка. Алешка! Этот вскрик, сама боль, заставляет Алешку почти вскочить. Он делает несколько прыжков и падает рядом с Женькой. Того бьет мелкая дрожь. «Ты что, Жень?» хочет спросить Алешка, но язык становится неповоротливым, будто разбухает во рту. Алешка как поднял глаза на торчащий над переездом колодезным журавлем полосатый шлагбаум, так и застыл от ужаса. «Митрич!» выдавливает из себя веря и неверя. «Митрич! За что его?» Женька произносит эти слова, не понимая их нелепости. «Разве расскажет старый Митрич как, за что и почему?» Повешенный почти достает ногами колею степной дороги, взбегающей на переезд. Теперь ноги его не кажутся короткими, хотя на обходчике все та же теплая безрукавка и очки на лице, будто надел их перед смертью, чтобы лучше рассмотреть и запомнить убийц. Стекла очков взблескивают в свете фар, бьющих ему в лицо слепящим снопом. «Машина!» По дороге идет машина, соображает вдруг Алешка и оглядывается назад в степь. Женька быстро под насыпь, немцы! И снова тьма. Сноп свет облуждает над их головами, резко сворачивает у переезда, движется к вагонам вдоль насыпи и меркнет. «Штоп! штоп!» штоп! штоп! Идут двое. Один из немцев тянет ногу, шкрабает. Не доходя до переезда, патруль делает поворот кругом. «Штоп!» шепчет сквозь зубы Женька и поворачивает голову колешки. «Пошли!» «Пошли!» И они, не сговариваясь, ползут к немецким машинам. Того страха, той скованности, что мешали их движению, когда они ползли за листовками к тайнику, будто и не было. Злая будоражащая легкость во всем теле подгоняет их через переезд назад к вагонам, к черным огромным машинам, прибывшим только что и закрывшим их от освещенной погрузки. Машин двое. В одной возят солдат, но сейчас привезли зерно. Под тугими мешками, лежащими сверху, Алешка зачертнул горсть пшеницы, бросил несколько зерен в рот, протянул Женьке. Подожди-ка. Женька, как и Алешка, сначала заглянул в кабину бензовоза, полез под машину. Быстрее, патруль. Алешка ясно различил шаги по насыпи, поспешил вслед за Женькой под машину. Порядок. Здесь уклон к погрузке. Женька сует вентиль в карман. Теперь пошли. Они ползут и ползут, пока сзади не остается переезд, пока усталость не прижимает их к земле. Зря, думает вслух Алешка, кусая попавшую в рот горькую травинку. Зря. Что зря? Все, Женька, зря. Не так надо. Только немцев насторожим. За стопори я закурю. В Женькиных словах слышится насмешка. Возясь с самокруткой, он будто крошки табака роняет, посмеивается. Заладил зря. Подскосят немцы и ни туда и ни сюда. Он даже нараспев сказал это на мотив популярной песенки. Хоть одну-две машины пшенички не доберут, пока бензин найдут. Бензин найдут, повторяет слова Женьки Алешка и оглядывается на разъезд. Из-под вагона в свет с места погрузки бьет в степь отблесками пожарища. Женька, бежим назад. Алешка еще не додумал до конца, он еще не знает, что они сделают, но сейчас, уткнувшись в Женькино лицо, выдергивает из его губ цигарку. Бежим! Ты что, сдурел? А если бензин учуяли? Вот у бензина и прикуришь. Алешка ойкнул от неожиданности. С такой благодарностью Женька ткнул его в бок. После Федор Митрофаныч как липку обдерет их за самовольство и ненужный риск. За то хотя бы, что они не подожгли бензин сразу же, а дважды рисковали напороться на патрулей, не попытавшись проследить за порядком их движения и сменой. Два раза дураку счастье не улыбается, запомните, скажет он им напоследок жестко и обидно, и Женька с Алешкой будут соглашаться и не соглашаться с ним молча. Сейчас они не думали ни о чем таком, они спешили к переезду, не жалея о том, чего не сделали, не оценивая уже свершенного. Как заиграли рельсы, они услышали еще догудка, протяжно возвестившего приближение со стороны лихой поезда. Держи сумку, нельзя понимаешь вместе. Женька сунул Алешке свою ношу и метнулся к переезду. Темнота сразу же проглотила его, и Алешка сколько ни старался, ничего различить не мог. Лишь тень повешенного Митрича маячила, подсвеченная со стороны погрузки. А рельсы поигрывали все громче, какие-то считанные минуты, и рядом, мимо хлебных вагонов, прогромыхает состав. А патруль? Где остановятся немцы, подумал Алешка, и не раздумывая пополз через переезд. Женька! Ответа не последовало, да и вряд ли Женька мог его слышать. Алешкин шепот заглушил нарастающий перестук колес, и навстречу этому перестуку послышался размеренный шаг патруля. Но шум поезда заглушил и эти звуки, и тут Алешка ясно различил огонек зажигалки, осветивший немецкие каски. Закуривают что ли? Сволочи, будто из пивнушки вышли на Берлинскую улицу подышать свежим воздухом. По каскам и по стволам автоматов веселым башком бегал огонек зажигалки, и этот веселый огонек и собственная беспомощность зажгли в душе отчаянную ненависть. Алешке не довелось проходить в школе, а жизнь еще не успела подсказать, что ненависть не в каждом деле добрый советчик, а может быть в такой вот ситуации это было и кстати. Огонек зажигалки погас, потушив отцветы касок, и вдруг на том же месте заколыхался зеленый свет. Фонарь покачался и поплыл над насыпью вглубь разъезда, и тут же близкий паровозный гудок взметнул Алешку из земли и кинул вслед фонарю. «Добегу!» кричало гудку в унисон все Алешкино существо. Сбоку в стороне черных машин маленький огонек летящим светлячком лизнул черноту и сразу же взорвался заревом. В этом зареве Алешка увидел бегущего к переезду Женьку и почти перед собой черный крест входной стрелки на земле. Он успел добежать. Ошарашенные ослепленные заревом немцы если и поняли что-либо то поздно Алешка перекинул стрелку и под грохот накатывающего на него тяжелого состава свалился под насыпь прижимая под себя сумку деда Никиты. «Алешка! Алешка!» Женька тянул и тянул его в темноту которая с каждой секундой все дальше отодвигалась вглубь степи и не переставал выкрикивать в радостном иступлении «Алешка!» В знакомой балке у трубы под насыпью перевели дух даже со дна балки виделась в стороне разъезда высокая зарева слышались беспорядочные винтовочные выстрелы и автоматные очереди невдомек было ребятам что на разъезде шел бой между немцами и военно-пленными краснорамейцами и краснофлотцами вооружившимися за счет уничтоженных в суматохе полицаев дали шороху немцам в неостывшем от возбуждения голосе Женьки звучали радостные нотки «За Митрича!» сказал тихо Алешка поднимаясь из земли «За Митрича!» притушил и Женька свою радость их торопила в дорогу чуть приметная светлеющая полоска на рождающейся утренней заре «За Митрича!» моряка во время облавы на верхнем руднике схватили военно-пленной это они немцев и полицаев перебили и эшелон с хлебом пожгли «Водают!» так бы, пожалуй, прореагировал на эти слухи Женька Вахтин но он три дня не показывал и носу в гор носу увы досталось не меньше чем локтями коленком и все-таки Женьке и Алешке довелось не только услышать о налете на разъезд большого отряда партизан но и прочитать об этом в газетенке «Грушанские вести» которая стала выходить при немцах вместо грушанского рабочего ну что ж друзья мои начнем, пожалуй, с того, что именуется нарушением правил конспирации такое вступление Федора Митрофановича разумеется не предвещало похвал которых с нетерпением ждали Алешка и Женька принесшие на явочную квартиру посылку Митрича покачиваясь с носков на пятки и обратно учительская привычка Федора Митрофановича когда он собирался делать разнос провинившемуся ученику тот сурово говорил о точности выполнения приказа об осторожности об ответственности за свои действия вы уже не дети если про вас пишут в газете такое закончил он и в его черных глазах зажегся наконец благодарный огонек а кустистые брови разгладились и все же осталась в его взгляде не растаявшая горечь потому и не поспешили ни Алешка ни Женька проявить мальчишеское любопытство Федор Митрофанович сам протянул им газету бандиты наказаны прочитал Алешка вслух заголовок и повернулся к Женьке смотревшему в газету через его плечо прикусив нижнюю губу и изредка проводя по ней языком оба они пока ничего не поняли а в заметке писалось Акт безумного уничтожения пшеницы на разъезде и расправа с полицейскими оказывающими помощь немецкому командованию в установлении нового порядка в городе это проявление бандитизма со стороны коммунистов большой вооруженный отряд которых появился в окрестностях Грушанска немецкое командование по приказу коменданта города господина Крюгера приняло ответные меры вчера за каждого убитого немецкого солдата и полицейского расстреляны по 10 заложников активистов и коммунистов арестованных по подозрению в связях с партизанами как сообщил начальник городского немецкого главного управления по питанию партизаны нанесли непоправимый урон снабжению населения города продуктами питания что должно послужить серьезным предупреждением той незначительной части горожан которые продолжают еще укрывать беглых военнопленных красноармейцев и партизан это какой-то бред ведь каждый поймет что немцы хотели увезти хлеб в Германию Алешка явно не понял какую неоценимую услугу сделала газетенка немецких прихвостней для популяризации действий подпольщиков нет это не бред поправил его Федор Митрофанович это ошибка и грубая редактора газетки или немецкого цензора и мы ею воспользуемся советую тебе подальше припрятать и сберечь эту газету заметив что Алешка потемнел лицом Федор Митрофанович добавил и не только как память считай что заметка это рекомендация тебе для вступления в подпольную группу Глава седьмая Первое что увидела Наталка проснувшись было солнце оно только что выкатилось из-за речки и похоже было на огромный подсолнух Наталка видела подсолнух великаны вчера в огороде дяди Алеши того самого что перевел ее и Борис в этот дом Наталка оглядела комнату вспомнила где она узнав лежащего на косматом одеяле рядом Бориса ты тоже проснулся увидев открытые глаза Бориса обрадовалась Наталка Борис не отвечал и Наталка шепнула ему в самое ухо тебе страшный сон приснился нет Борису не снились ни добрые ни страшные сны Яффи была страшнее снов и сознание пытаясь осмыслить ее превращала почти в реальность пережитое им за последние дни стояло перед глазами они стояли в тамбуре отец мать и Борис в открытую дверь из поселка доносился нестройный лай собачьей переклички мать береги казак одной ей будет трудно с тобой напутствовал отец когда эшелон прощупывая темноту медленно тронулся от погрузочной эстакады шахты Макарьевская балка а мне пора шуму не подымайте и не журитесь пусть для всех я уезжаю с вами отец прижал к себе Бориса и мать долго стоял так не говоря ни слова не шевелясь пояс начал набирать скорость друг друга берегите как-то сдавленно произнес отец Феденька вскрикнула мать Бориса но отец шагнул из тамбура вниз словно провалился в бездну ночи они таки остались стоять в тамбуре не заходили в вагон будто Федор Митрофанович Волков мог вернуться они надеялись не верят надежда жила подбадривала Бориса и тогда когда он из вагона в вагон шел в поисках матери по сборному шелону почти следом за Алешкой он одним из первых выскочил в степь когда началась бомбежка перед мостом через реку ткнулся головой в полынь и так лежал до тех пор пока не улетели немецкие бомбардировщики не думая ни о том что его могут убить ни об опасности для кого-то другого в это время он словно отключился от окружающего и очень удивился когда кто-то потянул его за штанину над ними в небе гудели звенья второй очереди самолетов которые как оказалось чуть позже пикировали на другой состав где-то впереди а его сосед сидел на земле короткими рывками разрывая нательную рубаху торчащую из-под выношенной гимнастерки не в службу а в дружбу парень подавая Борису кусок рубахи попросил он в руку угодил сволочь борис подполз к незнакомцу заметил подаваться сзади места для меня это время над чем-то пестрым и через минуту две поднял и поставил над полынью девочку да более ярко предстал перед Борисом безмолвный шахтерский парк и порхающие среди ветвей желтой акации маслин голубой бант и цветастая платьица зинчик-зинчик забилось в ушах он опять увидел и длинные пушистые ресницы выжидательно тянущиеся за стрекозами и большие и сине-черные глаза и хрупкую трепещущую стрекозу в двух пальчиках стрекоза позвал Борис Наталка стрекоза говоришь незнакомец огляделся вокруг много таких стрекоз разметало он взял девочку за руку выпрямился у меня жену Фанни звали встретил тут одного рассказывал замуж вышла пока я вместо Макара теле отгонял а где дочка теперь и не спросишь никого ну ладно пошли на переправу не отыскав матери в эшелоне Борис уже сам подумывал как вернуться в город с Дона можно было скорее добраться домой да и от знакомых что-то узнать о своих Борис принял предложение незнакомца и в знак согласия взял Наталку за другую руку спускаясь в балку теперь уже попутчик Бориса спросил на Макарьевской с Алешкой Снегиревым не знался тезка мой а ночью не в силах избавиться от назойливых воспоминаний Борис припомнил недомолвки попутчика став невольным свидетелем разговора двух братьев говорили во второй комнате где лежал больной хозяин дома освободился давно это спрашивал старший брат спрашивал тихо спокойно будто все что случилось не так уж важно для них обоих освободители освободили это отвечал Алексей усмешливо больно тюрьму под орех разделали переводить уже некуда было наверное и некогда начальник документы нам как награды выдавал веряю говорит товарищи вашу собственную судьбу ваши собственные руки за два года не гражданином а товарищем первый раз назвали от одного этого реветь хотелось а немцы уже в заречье ворвались мины вокруг рвутся танки многое Борис не понял из разговора потому что многое братья не говорили вслух понимали друг друга даже не с полуслова а по вздоху взгляду кивку но последняя фраза сказанная старшим запечатлелась в мозгу наклепко я верю что с тобой случилось печальная ошибка может быть даже преступление отдельных людей пойми это и в партию верь она нас с тобой вырастила а мне кто поверит делам твоим кашель болезненный и частый прервал разговор а Борис лежал с открытыми глазами и пытался осмыслить и услышанное и то что произошло с ним самим даже Наталка не смогла оборвать этот непрерывный калейдоскоп даже рассвет даже солнце солнце не успело рассеять до конца и Наталкины сны она расслышала гудение вскочила с постели подбежала к окну прямо перед окном внизу за виноградниками в солнечных лучах полыхал дон справа по дороге загудела сильнее и напротив остановилась сначала грузовая потом легковая автомашина из кузова первой машины недоспелыми зеленовато-желтыми стручками посыпались солдаты было даже чуточку смешно смотреть как они сначала неуклюже переваливались через борт а потом быстро скатывались на землю уже стоя ощетинившись короткими стволами автоматов казалось стволы эти черные и блестящие торчали прямо из живота и совсем не страшно подумала была Наталка но гороховые стручки все вдруг нацелились в окно у которого она стояла рассыпавшись в цепь побежали к дому тут уж Наталка испугалась присела на пол и со страху поползла в угол где спала ей навстречу кинулся Борис крепко схватил за руку тихо Наталка тихо зашептал он таща ее в соседнюю комнату окна которые выходили на огороды дядя Кузьма немцы там на улице Хозяин дома недвижно лежал в постели у изголовья сидел его брат они по-видимому о чем-то спорили лицо хозяина дома обострившееся от болезни цвело пятнами румянца а густые брови были недовольно сдвинуты и из-под них запавшие глаза глядели осуждающе похоже они прислушиваясь к ударам в дверь спокойно ответил он не ждал так рано с края кровати что стояла в другом углу где спали дети поспешно поднялась хозяйка пойди открой Даша попросил он жену застывшую в неподвижности от предчувствия близкой беды из горницы донесся шум разбитого стекла иди Даша а то они курень разнесут детей надо сберечь говорить ему стало трудно он закашлялся и замолчал нет не отдам не отдам не отдам отчаянно выкрикнула хозяйка и почти без чувств повалилась к постели мужа иди ты Алексей приказал тихо больной постарайся уцелеть отчаянностью правоту не докажешь присмотри за детьми и о судьбе Семена узнай вслед и отброшенную сильным ударом ворвались немцы два немецких солдата остановились возле Бориса и Алексея автоматами карауля каждое их движение за солдатами в дом прошел офицер сзади него семенил стараясь не отстать квадратный человечек одетый в черный потертый пиджак и выцветшие галифе все его безбородое лицо больше походило на старушечье и обвислые усы пожелтевшие от крепкого самосада оказались приклеенными немецкий офицер оглядел горницу и изучающий остановился перед Алексеем сюда сюда ваше высокоблагородие квадратный человечек показал офицеру на дверь в спальню здесь он два дни как с Ростову приволокли чуть живого пятясь при каждом слове квадратный человечек задом заторопился в спальню но на пороге он замешкался втянул голову в плечи отчего стал еще квадратнее и шире а ты петелин донесся голос хозяина дома а я лежу голову ломаю кому обязан таким ранним визитом немцев квадратный человечек вытянулся перед офицером ваше высокоблагородие господин лейтенант это и есть главный председатель советской власти на хуторе Снегирев Кузьма Андреевич он ваше высокоблагородие дождался я своего часу привел бог немец даже не удостоил его взглядом широко поставив ноги он долго рассматривал неподвижно лежащего человека измученного болью и физической беспомощностью затем перевел взгляд на женщину припавшую к постели больного на сбившихся в кучу в другом углу детей вии есть Снехирев спросил наконец лейтенант председатель совета ну шнель отвечать не запряг ни нукой Кузьма Андреевич приподнял голову повел глазами по вошедшим скривился и как же я проглядел тебя сволочугу с сожалением и в то же время с нескрываемым презрением проговорил он съежившемуся от его слов квадратному человечку никогда себя не прощу а ты все же он оборвал разговор молчанием подавил в себе обострившуюся боль ты петелин рано бьешь поклоны богу час твой еще видно не пришел но придет Кузьма Андреевич усмехнулся это я тебе обещаю твердо дай только вот этих вышвырнем с родной земли он заметил как немец подался к нему видно было что слушал с большим вниманием стараясь как можно лучше понять каждое слово Кузьма Андреевич откинулся на подушку и заключил отделяя каждое слово а может быть и раньше свои же хуторяне придушат тебя петелин фест халтен арестовать бросил офицер солдатам трое немцев кинулись к Кузьме Андреевичу нет нет вы же люди вскочила им навстречу женщина с лицом искаженным последней решимостью он же хворый три дня как с подоперации аппендицит гнойный ох простонала она цепляясь за автомат немца и валясь на пол от удара в живот будьте вы звери она смолкла задохнувшись от боли но комнатушка тотчас заполнилась отчаянием детских криков Швайген закричал немец молшать один из солдат угрожающе повел автоматом сухая очередь словно проглотила детские крики на девочек забившихся в угол широкой кровати посыпалась со стены штукатурка недорогая рамка висевшая над кроватью опрокинула на четырех сестренок осколки стекла и как живая закачалась на крепком шпагате из проема рамки глядели на незваных пришельцев пытливые глаза молодости хозяев дома то ли ради забавы а может быть потеряв самообладание от этих качающихся взглядов немец хлестнул по ним второй очередью рваными ранами легла она на гладкую поверхность фотографии только по-прежнему нетронутыми среди этих ран глядели на немцев с расстрелянного портрета глаза молодых Кузьмы и Тарьи Снегиревых они по-прежнему чуть-чуть улыбались нет теперь они откровенно смеялись немец неглядя выпустил очередь в угол и выскочил в горницу вслед за солдатами тащившими Снегирева когда потерявшего сознание Кузьму Андреевича выволокли на улицу немецкий лейтенант подошел к Алексею тот все еще как и Борис стоял под дулом автомата с поднятыми руками закаменелый только бескровные губы мелко вздрагивали документ не извольте беспокоиться господин лейтенант подскочил к немцу квадратный человечек оно конечно как брата председателя его б к ногтю следовало с вечеру как пришел из тюрьмы вашей освободили сам документы вчера свидетел я ведь хехе у них в доверии состоял а это вот ребятня беженцы с городу от своих отстали а ваши их и того документ повторил немец о найн не утруждайте семья предупредил он Алексея когда тут молча полез в нагрудный карман гимнастерки и энергичным движением пальцев указал на карман солдату охранявшему снегирева младшего мельком глянул на бориса бориса петлею захлестнули противоречивые мысли от них стало тесно в висках они готовы были вырваться стоном криком рыданиями немецкий солдат заметил его беспокойство придвинулся ближе и почти прижал бориса к стене автоматом а мысли рвались в голове оглушительно больно гад сколько дней прикидывался ходил рядом спал рядом из эшелона ушел чтобы у немцев остаться экономистом работал в воинской части вспомнил он подслушанный разговор двух братьев мнение собственное на неправильную отчетность в части осмелился начальству высказать понятно какое мнение зря не посадят ничуть не лучше этого плюгавого петелина сколько лет просидел в сельсовете секретарем немцев ждал ишь как лебезит перед длинным сволочь вчера только сюда вечером прибегал масляный тихий проведать мол зашел не надо ль чего медом угощал лечебный лучше всякого доктора хорек спетелина мысли Бориса перекинулись настоявшего перед ним солдата с тупым безразличием как и его автомат смотрел он на Бориса словно выполнял будничную и порядком надоевшую работу и сделать ничего нельзя этот тупорылый пальцем пошевельнешь автомат в живот разрядит как в собаку или в кошку офицер доволен улыбается морда фашистская еще одну шкуру продажную нашел снова вспомнилась дорога от эшелона по берегу дона от хутора к хутору от станицы к станице прошли они с Алексеем пока немецкие танки обожгли их страшным и неотвратимым отрезанный всю дорогу Алексей расспрашивал с интересом о шахте о Семене Снегиреве об Алешке а когда немецкие танки увидел аж посерел весь и тут прикидывался гад А Алешка ударила в голову лучший дружок племянник этого но Кузьма Андреевич тоже дядька Алешкин как они его в одном белье без сознания ноги тащатся по земле не запряг ни нукой говорит что они теперь с ним сделают гуд гуд оборвал мысли Бориса офицер завтра явится комендант будем подумать как это ваша работа немец возвратил Алексею бумажку еще раз глянул вскользь на Бориса и повернулся к выходу вслед за немцем и Борис направился к двери ведя за руку ничего не понимавшую наталку ты куда Алексей закрыл спиной выход из горницы куда на немцев прешь уйди гад минуты больше не останусь всем телом дернулся Алексей подался к Борису трудно ой как трудно сдерживать накопившуюся за два года обиду невероятным напряжением воли заставил себя понять что Борис не тот кто может осудить его или простить и порыв его мальчишеский по сути дела естественен губошлеп сорвалось у Алексея невольно но сказал он это без злобы скорее с сожалением мальчишка хоть бы о ребенке подумал и решительно взял наталку за руку сам можешь убираться на все четыре стороны не держу он усмехнулся обескровленными губами тебе пора и самому у жизни поучиться а наталку на погибель не пущу ясно Алексей стоял сумной и решительный и Борис стушевался перед такой решимостью он еще не мог знать что решимость такая сильна своей честностью правотой потому и не сумел понять ее из-под лобья взглянув на Алексея он до боли сжал кулаки ладони стали влажными и вышел в сенце оттуда на улицу там он глубоко вдохнул в себя свежий чуть приметный ветерок с дона пахнущий рыбалкой зноем виноградников глава восьмая то что отец Вали согласился восстанавливать поврежденный взрывом ствол и копер шахты потрясло девушку сильнее нежели приход немца целые дни отец пропадал на шахте когда же возвращался домой Вали уходила в степь и до темна бродила по окрестным ковылям не разбирая дороги или как теперь лежала неподвижно прижавшись к горячей земле на гребне речной долины внизу в зарослях боярышника и ольхи тенькала какая-то печушка края неглубокой воронки отороченные кустиками малорослой степной вишни и цветущего вереска защищали ее от взоров любопытных только кузнечик малютка серый и неприметный сидел перед Вали на травинке былинки и настраивал свою скрипку чтобы присоединиться к оркестру собратьев ощущение одиночества обладевало Валей до боли в груди до потребности обязательно сейчас немедленно выговориться перед кем-нибудь кузнечик смешной Валя не отдавала отчета почему произносят именно эти слова покусывая выжаренную солнцем травинку если бы ты знал как мне больно если бы ты только знал но кузнечик то ли пугаясь ее шепота то ли не желая впутываться в историю не сулящую ничего кроме огорчений подпрыгнул куда-то вверх как люди не осуждая и не оправдывая подумала Валя смотрят вроде жалеют а стараются обойти стороной вместо кузнечика заняла божья коровка пестрая солнечная она не пугала сваленного шепота и девушка спешила излить ей свою горечь глупая доверчивая говорила Валя пересаживая божью коровку с травинки до палец а верить сейчас ой как трудно и мой отец Валя даже перестала пересаживать божью коровку с пальца на палец она испугалась смелькнувшего в мыслях слова но подумала в эту секунду уже не об отце а об Алешке не слышишь страшно зашептала она с дону беженцы возвращаются вот встану сейчас пойду а ты встретишься мне худой измученный но такой же как был чистый и светлый я хочу и боюсь встретить тебя Алеша поймешь ли Валя совсем забыла о божьей коровке глаза ее устремились далеко-далеко а по лицу бродила виноватая улыбка божья коровка будто обидевшись что Валя забыла о ней переползла с пальца на травинку с легким треском распахнула пестрый халатик затрепетала выглянувшими из-под него крылышками взлетела к солнцу Валя проводила ее завистливым взглядом только я не могу улететь горько прошептала она если бы я могла со стороны города по дороге на хутор Попуяр дразнивший Валю вкусными дымками через речку переправили с два всадника внимание Вале привлекли безхвостые битюги не торопясь они вынесли всадников к белым хаткам светлыми пятнами выделявшимся внизу среди вишенников куда это они встревожила с Валя на полицаев не похожи немцы узнала она и пожалела сразу же что далеко ушла от поселка на хуторе всадники спешились и ненадолго задержались за крайними мазанками и изгородью лызняка Валя уже решила было выбраться из своего укрытия как снова те же немцы показались на дороге теперь они ехали по направлению к Макарьевской балки внизу под обрывом на котором нашла приют девушка сверху через вересковые и вишенные кустики было хорошо видно как один из немцев невозмутимо дымил сигаретой а другой что-то увлеченно рассказывал жестикулировал щелил рот в заливистом хохоте Валя разбирала только акающие бурканье словно смеялся не он немец а слуга из-под копыт бедюга задиристо квакала жерлянка чуть скрюченной фигурой и размахивающими конечностями немец напоминал зеленовато-серое земноводное лягушка противная густой ольшанник подступавший к лугу скрыл всадников Валя встала и снова мысль об отце отозвалась в ней болью представила его рядом вот с такими серо-зелеными как ты мог папа пойти к таким вот тварям как ты она на полуслове запнулась упала на землю внизу под копытами лошади зачавкала вода из ольшанника на лугу показалась сначала лошадиная голова потом и всадник через луг он направился к реке где же второй Валей овладела непонятная тревога вряд ли кто из немцев заметил ее но почему-то беспокойство росло с каждой секундой и вот уже страх сжал ее в комочек заставил оглядеться вокруг первый немец подъехал к реке посмотрел на ольшанник и заботливо потрепал битюга по холке посылая в воду а негромкий полный ужас и крик пробил безмолвие зарослей но тотчас тишина снова улеглась на обожженные зноем склоны обрыва на мокрый луг на пыльную листву деревьев казалось тишине этой не будет конца но Валя уже поняла тишина это страшное она почти обрадовалась когда из подворья на хуторе вышла женщина Нина а Нина позвала женщина в это время сухой резкий выстрел из ольшаника ответил на ее зов а еще через какое-то время из-за деревьев выехал немец Валя узнала это был тот второй напоминающий лягушку он неторопливо осмотрелся и так же неторопливо пустил лошадь через луг вслед переправившемуся уже через речку напарнику когда он переправился на другой берег из кустов вылезла девочка лет восьми она огляделась вокруг посмотрела вверх на обрыв и этот ее взгляд заставил Валю почти скатиться сверху Валя бросилась к хутору к бегущей девочке та испуганно шарахнулась от нее и вцепилась в подол поспешившей к ней женщины ой тетка Валю вашу Нинку немец когда и откуда появились люди Валя не сумела заметить она бежала вместе с ними к кальшаннику дышала так же тяжело как они и так же как они ловила обрывки бессвязного рассказа я спряталась а фриц потащил Нинку а Нинка не спряталась люди остановились внезапно все сразу лишь одна женщина сделала еще несколько трудных шагов и упала на колени будто собралась молиться Вале бросились в глаза почерневшие ступни ее ног босые подевичьи маленькие и крупные руки по-мужски сильные руки много проработавшего человека женщина простерла их перед собой и вдруг заваливаясь на бок забилась в крике дочушка полуголая девочка лет 11-12 лежала недалеко от ручья под терногом кустом в луже крови разбросав худенькие коленки узнать ее могла только мать на лице залитом кровью вместо губ чернела опаленная рана видно уже уходя немец выстрелил девочке в лицо левую руку неестественно заломленную за спину прижало тяжестью тела а в стиснутом кулачке правой была зажата свежесломленная веточка терна с незрелыми сизовато-зелеными плодами рядом с веточкой валялась недокуренная сигарета давно унесли мать и девочку в хутор а валя все лежало откнувшись в траву лицом и рыдания горькие и безнадежные душили ее она считала и себя виноватой и перед девочкой ниной и перед теми людьми за которыми она шла почти до самого хутора но которые молча и враждебно отказались от ее помощи папа как ты мог как ты мог папа только и повторяла валя разве ты похож на полицаев на гордеева на кудая как же ты мог люди осуждают и меня они правы папа они правы потому что я твоя дочь потому что я все равно люблю тебя я же просила плакала перед тобой умоляла ты сказал что так надо а сам ходишь молчаливый угрюмый я же вижу почему ради чего я хочу знать я хочу знать а ты все молчишь почему же ты молчишь вот и я хочу знать понимаешь почему ты не отвечаешь мне донесся до нее знакомый голос кто это спросила валя приходя в себя ты Женька почему ты здесь вот об этом понимаешь надо тебя спросить ты не обижайся что пристаю Женька Вахтин был серьезен встревожен и явно смущен зову понимаешь зову а ты не слышишь плачешь и сама с собой разговариваешь тут только Валя увидела что почти стемнело она села вытерла ладонями заплаканное лицо огляделась где мы у попова яра недалеко от ручья мне сказали что ты была у ольшаника сиди я все знаю ты на них понимаешь не должна обижаться у них такое горе Валя по-своему поняла слова Женьки откуда-то из глубины ее существа где под спуд накопились отчаяние тревога девичья гордость родилась злость Валя резко поднялась и почти закричала Женьке в лицо кто 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 сказал что я обижаюсь кто чего ты за мной пришел пожалеть поплакать со мной она отвернулась и закрыла лицо руками не нужна мне твоя жалость ничьей жалости не хочу не прощаясь она повернулась от парня и пошла вверх по тропинке к Макаревской балке сначала Женька озадаченно посмотрел ей вслед не зная как и что делать дальше наказ Федора Митрофановича обязательно найти Валю поддержать ее ободрить совпадал с его желаниями это были давние желания о которых никто не догадывался даже Алешке кому Женька доверил бы свою жизнь без огляда он и словом не обмолвился именно за Валю первую очередь за Валю испугался Женька когда он и Федор Митрофанович услышали о беде выслушав хозяина хаты у которого он теперь обитал на хуторе Федор Митрофанович объяснил Женьке как сделать чтобы о случившемся узнал весь город а Женька пораженный жестокостью немцев все-таки болел другой волей как и почему оказалась Валя у ручья что с нею и не успокоился пока не нашел ее плачущую безответную о многом очень многом собирался поведать Женька переполненный противоречивыми чувствами товарищеский долг по отношению к Вале наказ Федора Митрофановича быть предельно осторожным в разговоре давнее мальчишеское влечение к этой девчонке и вот на тебе Валя уходила все дальше не оглядываясь еще несколько шагов и она скроется за увалом раствориться в сумерках Женька настиг Валю уже наверху ухватил под руку и сказал решительно вот что Кузнецова не хочешь чтобы тебя жалели твое дело да и жалеть тебя никто не собирается а вот подумать как жить сейчас понимаешь об этом надо вместе без церемонности Женьки его напористость и официальность если и не убедили Валю то озадачили наверняка она не видела и не знала Женьку таким когда же я встречала его в последний раз задала она себе вопрос и не смогла на него ответить и Валя вдруг открылась что это не люди обходили ее последнее время хотя разумеется были и такие а она Валя отгородилась от них запряталась в скорлупу собственных переживаний и Женька поняла она не прослышал мимоходом о случившемся сегодня в Альшаннике если узнал о ее пребывании там и нашел ее и сразу стало легче от сознания того что хоть один человек захотел поговорить с ней вот так не отводя глаза в сторону не таясь а Женька будто мысль ее подслушивал по-моему понимаешь совсем не по-честному избегать встреч со своими друзьями тем более прятаться от них когда они приходят к тебе домой товарищ Кузнецова Женька говорил прямо прокурорским баритоном и Вале стало даже немножко весело вот вот с чего она не ожидала так этой горячей официальности не только твое дело товарищ Кузнецова но тут же Валя насторожилась откуда Женька знает о приходе к ней Маруси Кутковой именно с ней не захотела видеться Валя отец только что пришел с шахты когда Маруся постучала в окно к тебе Валюша подруга обратился он к молчаливой дочери меня нет дома ответила тогда Валя так нельзя дочка попытался уговорить отец но Валя вспыхнула взорвалась а как можно как Маруся да что же ты молчишь папа она увидела как отец отвернулся к окну снял очки и зачем-то стал их протирать носовым платком и Валя опять сникла проглотила резкие слова но с подругой встречаться отказалась наотрез пойди скажи что меня нет дома повторила она но по коридору уже стучали каблучки и Валя еле успела стать за портьеру она и себе не могла объяснить почему спряталась почему открыто не сказала подруге что не хочет ее видеть даже отец был удивлен ее поведением Валя слушала из-за портьеры как он неумело объяснял Гудковой что дочь только что ушла а сам подняв брови над очками краснел видно плохо спряталась тогда Валя она заметила из своего укрытия как Маруся уходя презрительно скривила губы а перед тем как уйти с порога тоже посмотрела на портьеру после ухода Гудковой отец тепло и внимательно глянул на дочь и Валя показалось что он хочет что-то ей сказать и когда он сказал ей тебе надо дружить с Гудковой подчеркнув твердым голосом это надо она заплакала от обиды что опять они не поняли друг друга надо поняла Валя потому что отец Гудковой стал при немцах полицаем и был на шахте начальником охраны а дочь вовсю флиртовала с немцами Женька сейчас явно говорил об этом случае о ее стычке с Марусей Гудковой иначе никак не назовешь такую встречу но откуда он может знать о ней нет Вахтин ты оказывается не так уж прост со своими божьими коровками на носу ты дружишь с ней спросила Валя и по ответу Женьки уразумела и с Женькой они говорят о разном с кем спросил он с Гудковой ты ведь о ней мне говорил интересно произнес Женька таким веселым тоном что Валя как и отцу тут же наговорила кучу обидных слов не заметив как выложила и про кривую усмешку Гудковой и про портьеру интересно еще раз сказал Женька и вдруг весело заразительно расхохотался ай да кузнечик ай да молодец слышала Валя смех Женьки и ничего не понимал нет Женька и теперь не сказал ей что и он сам приходил к ней стучался безуспешно хотя знал что Валя была дома а радовался смеялся потому что все время думал о ней о Вале а Гудковой он и не вспомнил бы не назови ее сама Валя не заговори она о своем отношении к связям Маруси Гудковой и ее отца с немцами Женьке хотелось чтобы Валя сама загорелась желанием бороться наперекор всему даже отцу которого она любила и наверное вины и минуты ненавидела сама того не сознавая это и было трудностью Женькиного задания а из-за отца понимаешь Женька хотел сказать особенно не переживай но его понимаешь оказалось заминкой которой воспользовалась спутница что из-за отца Валя дернула у Женьки руку вызывающе ответила и на его и на свой вопрос мой отец не предатель понимаешь не предатель не знаю я почему он пошел работать к фашистам если б я могла я не хотел тебя обидеть поспешил поправиться Женька но и дети понимаешь не отвечают за родителей ты же знаешь кузнечик Женька сказал кузнечик как-то особенно ласково и Валя не удержалась от грустной улыбки Женька уже был прежним знакомым с детства Женькой и злость прошла лишь боль от пережитого вальшанники где-то внутри так и осталась непрощенной виной может потому она ответила вопросом ты сам-то веришь тому что говоришь Женька промолчала Валя пошла вперед на ходу выговаривая она уже не могла не говорить молчишь а говоришь по-честному нет Женька мы с тобой уже не школьники и в учебнике не прочитаем как по-честному а как не по-честному она резко повернулась остановилась перед ним по-честному говоришь вот я не встречала тебя с того самого дня в марте помнишь ты даже в годовщину выпускного не был с нами и я боюсь тебя спросить где ты пропадал боюсь ты не ответишь мне отведешь глаза в сторону не поверишь а я реву как первоклашка когда отец уходит на шахту он мне сказал однажды так надо а почему надо я же вижу по поселку ходит будто самого себя ищет а ведь я могла бы помочь если надо ему тебе лежу ночью глаза в потолок все жду вот он подойдет расскажет Валя каким-то гневным движением перебросила косы с груди за плечи умоляюще схватила Женьку за руки вчера вечером с верхней балки слышны были выстрелы теперь и там стали расстреливать а мы смотрим как Осип Кудай с Гордеевым водят в город наших шахтеров как отец Маруси Гудковой охраняет моего а мой скажи это по-честному и снова замолчала как над обрывом остановилась потом выдохнула а я не хочу не хочу смотреть и слушать не хочу лежать всю ночь с открытыми глазами и бояться соседей до сих пор перед глазами эта девчонка вальшаники и немец хохочущий если бы ты видел такого в жизнь не забудешь как жить-то после этого может ты мне скажешь Валя проговорила это с такой болью что Женька весь поддался к ней готовый рассказать и о девятом километре и про листовки в которых рассказывалось о предателях Кудая и Гордееве рассказать сейчас же и он может быть сделал бы так не обожгись о Валин взгляд девушка стояла лицом к догоравшему закату и последние его зорницы отражались в ее зрачках холодным остужающим блеском только строгость во взгляде и это отрезвило Женьку он вспомнил Федора Митрофановича его слова не суетись каждый твой шаг риск и не только твой я верю только и сказал после короткого раздумья вот честное комсомольское Женька говорил с рябящей отчаянностью Валя почувствовала это почувствовала и в душе была благодарна за невысказанное признание Женьки сказала же совсем другое ну зачем же так под честное слово она не сказала комсомольское потому что это слово для нее заключало в себе особый неизмеримый по глубине восприятия смысл ох сколько же я наговорила тебе сегодня ты не обиделся Женька ничего не ответил Валя пригляделась к нему и растерялся Женька улыбался сумерки уже легли на лицо парня широкими и густыми мазками но они не могли скрыть его улыбки Валя не только видела ее она ее чувствовала и не зная почему она так поступает да и не задумываясь о том хорошо это или плохо Валя спросила Женька может ты Алешу Снегирева встречал я знаю вы с ним друзья Федор Митрофанович молча стоял посреди хаты покачиваясь с носков на пятки и с пяток на носки из потновисших бровей глаза его смотрели остро и отчужденно только в чуть приметном прищуре угадывались его заинтересованность и даже любопытство ну-ка поглядим как ты друг выкрутишься а Женька сидел на табурете в углу около выскобленного добела и неприкрытого скатертью стола и думал тоскливо откуда он прознал уж лучше кричал бы что ли ну как я объясню это же видеть надо чтобы понять и слышать голос он и сейчас поеживаясь от предстоящего разноса не забывал ни на мгновение слышал чувствовал в себе и вокруг себя горячее валяно дыхание и непередаваемое на языке слово волнение завидовал ли он Алешке черт его знает может быть и завидовал до сих пор встречаясь с Валей он ждал какого-то чуда ждал по-мальчишески терпеливо ожидание это согревало его делало сильнее теперь после минувшей ночи он знал чудо не будет и все равно не хотел признать себя виноватым за то что сделал и в то же время понимал что прав не он а Федор Митрофанович железная логика требует от нас вспомнил он инструктаж на курсах подробников осторожности бдительности и неукоснительного выполнения правил конспирации это те самые три кита опираясь на которые вы не только успешно выполните порученное вам задание но и сохраните жизнь себе и товарищам там на курсах Женька не дивился ни витиеватости этой заповеди ни ее ограниченности как и другие комсомольцы он принимал заповедь за аксиому не требующую доказательств и Валя не нарушила этой аксиомы не пошатнула трех китов на которых зиждилась теперь Женькина жизнь она только поставила рядом с ними свой вопрос веришь поставила потому что от этого зависела ее вера в себя в людей а в конечном счете и в жизнь и от этого вопроса Женька не мог избавиться до сих пор как и не мог ответить на него а тут еще Федор Митрофанович допек верил я тебе иначе не поручил бы хранение взрывчатки а ты Федор Митрофанович выбросил вперед руку так что указательный палец его чуть не доставал до Женькиного носа да ты комсомолец Евгений Вахтин обманул меня привел к тайнику постороннего человека девушку отец которой продался немцам а если за вами следили какая же она посторонняя возразил Женька вы же сами понимаешь после случая в Альшайнике посоветовали подбодрить Валю помочь ей вы бы только послушали ее об эмоциях после Федор Митрофанович вкнул себя в грудь а я выходит обманул доверие товарищей из подпольного райкома улавливаешь связь теперь из-за твоего мальчишества может сорваться серьезная операция о ней у нас разговор впереди а во-вторых ты подвергаешь своего товарища опасности Алексея Снегирева и его отца полица Икудай и Гордеев внесли первыми в список переданный гестапо да нет же уже с горячностью возразил Женька Валя никогда не выдаст Алешку она же понимаешь но на эту горячность последовала умышленно быстрая реакция в баритоне Федора Митрофановича зазвенела сталь опять эмоции а мы с тобой сейчас говорим о конспирации и ты не ученик забывший решить задачку по арифметике ты Евгений Вахтин боец нарушивший приказ Федор Митрофанович видел как вздрогнул как взглянул Женька удивленно и растерянно подумал кажется начинает доходить до парня ничего ты уже прокаленный и пропыленный выдюжишь а приструнить тебя надо прав Никита Васильевич твой дед да и моя вина есть в том что тебя заносит как это говорил начальник милиции когда я тебя еще мальца из детприемника вызволял дай бог памяти вы не директор плохой а учитель плохой если не смогли вовремя выдрать своего сына у этого мальчишки нет отца так что же вы церемонитесь когда надо выдрать только чур по-отцовски а я ведь тогда чуть не проворонил тебя Евгений учился тогда Женька в первом классе кончал его с бахчи возвращались с матерью тихим апрельским вечером шла мать по степной дороге уставшая ласковая радовалась что теперь у них какая-никакая а своя картошка будет и вдруг гудок не такой как всегда долгий и зовущий этот загудит наберет голос не обрываясь сникнет и снова силу набирает будто два человека за ту самую рукоятку что пару выход котельной дает держится один включает чтобы о беде сообщить другой выключить старается боясь людей переполошить бежим сынку только и выговорила мать добежали к проходной толпа не пробьешься слышно пятую лаву завалило кто-то стойки подрубил перед утренней сменой а в пятой как раз отец Женькин мастером горным в дневную смену работал еще долго после того Женька прямо из дома вместо школы к раскомандировке бегал и смотрел на отца на доске почета на портрете отец был веселым и праздничным будто как и при жизни уверял Женьку не журись сынку время нынче славное перед первомайскими праздниками не нашел Женька отца на обычном месте вместо его портрета смотрел на него с доски почета незнакомый шахтер смотрел спокойно будто ничего в Женькиной судьбе не произошло папку нашего сняли сообщил он вечером матери с доски сняли понимаешь обновили к празднику безучастно ответила Мария а Женька не мог мириться с такой как он считал несправедливостью с неделю ходил вокруг клуба дружков новых завел в вайданчике стал лучше любого выбивать пятаки и трешки в кладовую клуба вместе с фартовыми он забрался ночью взял Женька оттуда один отцовский портрет который повесил дома и с того же дня стал стороной обходить школу вспомнили о нем уже летом когда Женька попал в детприемник милиции слезами была она красивая сильная чем-то на Нюрку Панькову похожа медсестрой в шахтном медпункте работала утром провожает Женьку в школу чуть не каждую пушинку из костюмчика сдует насупится Женька от такой заботливости она зачуп его ах ты сорванец сорванец да когда мне на тебя и поглядеть ты хоть после школы ко мне в медпункт не забудь забежать покормлю тебя в столовке Женька в третьем классе был когда в медпункте встретился ему Степан Игнатьевич Гордеев десятник участка на котором работал и погиб отец мать засуетилась заспешила увезти Женьку в столовую и Степан Игнатьевич с ними пошел заказал обед купил Женьке бутылку ситро налил в стакан пузырьки из него колючие вкусно перед Женькиным носом запрыгали и у Гордеева настроение видно было игривое пей казак пока пузыри не разбежались я не казак сказал Женька но ситро ему понравилось вечером рассказал об этом Снегирьку и Шурке Кудаю решили и постановили дежурить по очереди у монопольки целый день и все собранные пробки пропить а вскоре застал Женька поздно вечером мать и Степана Игнатьевича за столом в своем доме мать из-под бровей виновата глянула на него позвала ужинать сунулся Женька к столу уставленному всякой всячиной успел подумать и откуда такое и встретился со взглядом отца на портрете смотрел отец весело и ласково остановился Женька аж дух перехватило и мать поняла обо что сын споткнулся выскочила из-за стола ткнулась в подушку поднялся из-за стола Степан Игнатьевич увел мать из дому проснулся Женька утром и увидел на подушке той самой плаканной переплаканной две головы мать лежала лицом к нему во сне нос и губы у нее дергались а по щеке к уху медленно сползались лизинки Степан Игнатьевич спал навзнич у стены на отцовском месте на подушке Женька рассмотрел одни усы кончики их при каждом выдохе шевелились будто собирались уползти из-под носа в этот день Женька снял со стены портрет отца и повесил его в уголке сарая где хранил свои ребячьи припасы он уже всерьез подумывал о том чтобы перебраться жить к деду Никите но однажды проснулся от плача матери в подушку услышал глуховато скребущий выговор Степана Игнатьевича что ты чепляешься к каждому слову я же о нем заботу поимел и о тебе почернело аж а будет Евгену деда Никиты и тебе спокой и ему догляд дед его любит а я я не люблю его услышал Женька вскрик матери она вскочила с постели в одной рубашке кинулась к сундуку на котором лежала ее и Степана Игнатьевича одежда все вы кобели хороши да ласковы пока она никак не могла подобрать подходящего слова бросала и бросала к ногам вскочившего Степана Игнатьевича его белье потом кинулась к топчину обхватила горячими руками Женькину голову плача только и повторяла сквозь слезы не отдам сынку не отдам не отдам уходи чтоб духу твоего после ухода Гордеева поползли по поселку слухи перепутал любитель Хмельнова свою калитку с соседской не попал вовремя под бок жены у водоразборной колонки услышишь не как у Вахтиной она язва нынче в медпункте дежурила слышал о матери подобное и Женька но слезы ее которые он глотал вместе со своими в то запомнившееся на всю жизнь утро начисто оградили имя матери каждый ее шаг по земле от всего грязного и лживого к деду Женька все же перебрался насовсем когда мать ушла медсестрой добровольцем на финскую а вскоре школу бросил только директор школы и уговорил сдавать экзамены за шестой класс ему и признался Женька не буду сидеть на дедовой шее учеником слесаря в мехцех берут ни директору ни школьным друзьям кроме Алешки не заикнулся о письме которое они с дедом Никитой получили из военкомата в нем сообщалось о гибели Женькиной матери только позже о похоронке признал Федор Митрофанович и до сих пор считал себя виноватым в том что Женька ушел из школы как же мне поступить с тобой сейчас чтобы ты не наломал дров размышлял Федор Митрофанович глядя на сидящего у стола явно обидевшегося боевого помощника каждый шаг твой это мой шаг и война это прежде всего беда горе вот что вахтен Федор Митрофанович положил узкую крепкую ладонь на плечо Женьки пора от игры в войну переходить к серьезным делам нам предстоит взорвать копер шахты который восстанавливают немцы с помощью инженера Кузнецова и вот тебе первое задание пришли ко мне как стемнеет Снегирева перенесете взрывчатку в другое место сиди и слушай Федор Митрофанович повысил голос видя что Женька закусил губу пытаясь встать он так был похож сейчас на сына Бориса такого же вспыльчивого и досужего на головокружительной проживкой Снегирев отныне будет хранить взрывчатку он мне рассказывал что в баню можно проникнуть через водослив а из бани через трубу водослив из балки как же я сразу не вспомнил там же не склад партизанский лагерь можно устроить понимаешь Федор Митрофанович залюбовался им понимаешь подражая Женьке повторил он и как бывало Бориса дернул парня забыльнившую челку ни черта ты не понимаешь ни черта мой дорогой стратег не забыли не забыли не забыли Продолжение следует...